добрый вечер всем зашла домой сейчас быстро вам выложу видео посмотрите и хочу дальше заснять кусочек видео который пойдет в завтрашний день в завтрашнее вечернее видео для вас оставайтесь со мной со аби аби какая-то становится черно-белая чего-то всем добрый вечер сейчас по-быстрому вам выложу видео но еще не все рассказала что хотела сегодня рассказать за целый день поэтому уже мой новый рассказ будет в завтрашнее видео и вам будет не скучно оставайтесь с нами с аби аби моральная поддержка меня много нового интересного поэтому будет вам не скучно кстати аби я зубы сама полечила видите эти клыки которые я и полечила как я полечила зубной пастой продолжаю мазать обрабатывать хотя бы немножко отложить этот момент дорогостоящий с чисткой зубов поэтому такие мы сябаки теловаки балованы как-то так оставайтесь с нами аби наверно если бы могла тоже свое видео какое-то вам сняла рассказала что-то а так она балуется только котов гоняет а так у нее столько новостей за целый день все бока отлежала устала пока мыла посушила волосы привела себя немного в порядок вспомнила совсем что я забыла вам рассказать сегодня вот это вот шри-ланги как который меня подвозила с мужем очень интересно они по пути разговаривали рассказывали мне получается у этой женщины очень серьезные начались проблемы с рукой у нее прям как сказать отек какой-то шишка появилась на мышце и она у нее сильно болит но все это от нашей работы на которая работа получается муж ее начал ругать и говорит что надо менять работу и вот они рассказывают что сейчас ее муж пошел на курсы типа наверное вот это уход за пожилыми людьми инвалидами и так далее и эти курсы будут в районе шести месяцев единственно что я не уточнила сколько стоят эти курсы и потом он выучится она сейчас еще работает а потом она тоже хочет пойти на эти курсы тоже переучиться и поменять работу потому что тоже уже терпение лопается нет сил это все терпеть и я свое расспрашивала они все также настаивали говорили о том что вам надо пробовать идти в ветеринарную клинику но там типа достаточно работы и можно без серьезного какого-то знания языка я конечно понимаю что они в этой области не специалисты но они так настаивали и говорили что давай пробуй пробуй что-то делай и я их начала расспрашивать тоже за аренду машины у них у всех у детей у них машины в аренду и все зависит аренда вот того какая машина новая не новая и на какой длительный срок ты ее берешь вот они сказали что можно обычную простенькую машину с нуля не новую не прям с автосалона взять от 150 франков и выше в месяц и спросила сколько плюс-минус стоит бензин уже сказали что франк 70 или полтора франк какая-то такая сумма за литр и интересно так этот муж ее сказал что до войны когда они жили одна цена была на топливо на бензин когда началась война в украине тогда цена начала резко расти расти и выросла и это тоже сказывается все таки на экономике и на ценах швейцарии жалко очень что так происходит но больше всего жалко людей которые гибнут в украине те кто рассказывает что там везде спокойно и везде хорошо а вы поедете и поживите попробуйте посмотрите а потом оценивайте где спокойно где неспокойно и и не делайте выводы с коротких каких-то видео где кто-то выкладывает вам никто не будет показывать там какое-то не позволит youtube не пропустит то что реально происходит ну как сказать реально да есть места где более-менее мир и покой но вот эти все сирены новости о том что гибнут люди но это все давит на мозг поэтому кто железно нервная система и кому моя хата с краю то ну как бы они более спокойно к этому относятся мне тяжело находиться в такой обстановке мне хорошо здесь и кто-то пишет вот мне вас жалко там эмиграция и так далее а вы жалейте своих родных близких я здесь себя чувствую хорошо душой мне нравится эта страна мне спокойно здесь и душом и сердцем и я прекрасно себя здесь чувствую единственное что надо менять работу это да потому что это портит на здоровье и мне это совсем не нравится я не хочу себя доводить непонятно до какого состояния как-то так любимый ужин немного риса для суши и вкусняшка такая сварила типа вареники с вишней покупала в лакомке которая в тюрихе честно говоря вообще не понравились мне эти вареники хочется найти нормальную вишню замороженную и приготовить самому потому что это такое подобие внутри даже не вишня просто какой-то как желез вишни доброе утро всем я бегу на машину не знаю как это сказать меня должны забрать надеюсь не так как вчера стресса не будет у нас очень холодно сейчас начнут писать что не холодно не холодно кому-то наверное я из-за того что на холодной кухне работаю мне все время холодно мне уже пожизненное состояние такое холодно поэтому я спокойно намазалась утром кремом чтобы не болело плечо и она холодит так и может еще от этого мне как бы холодно я хорошем настроении готова с вами общаться успел крем высохнуть сегодня была возможность подольше саби погулять поэтому я гуляла без шапки замерзла пришла нашла шапку и думаю надо бежать потому что время идет в какой-то веке идешь по светлому позже просто не так как обычно на поезд поэтому хоть свет божий видишь довольна очень этим вокруг уже осень осень прям вообще деревья посыпались красиво смотрятся осенью красные деревья у меня периодически на телефоне высвечивает погоду в днепре и увидела что вас там ночью минус один так не хочется зимы холода надо теплее одеваться хорошо что у вас там уже хоть начали отопление включать потому что с такой погодой конечно очень холодно и только все болеть будут я вчера нажарила сырников которые морозила в морозилке кошмар иду по пути кушаю скунс какой-то проехал мало того что очень быстро так еще и так и зловонно иду и тут меня должны забрать по идее надеюсь про меня не забудут такой небольшой съезд сегодня понедельник и безумные пробки и она позвонила сказала что она стоит в эти кони в пробке и я вот это переживаю чтобы мы хоть на работу успели надо было чуть раньше просто выехать ей ну как-то так машин очень много светофор я тут встала в этом перекрестке на съезде в обе стороны и на повороты везде асфальт так вывозят устала очень на работе целыми днями это физически тяжелая работа получается люди лишь посокращали заказы сейчас пошли а работать некому и ту же самую работу должны только сделать меньшее количество людей и сложно тяжело еще сегодня вот эта шри-ланкика которая вчера меня подвозила говорила что у нее рука болит сегодня она просто не вышла пошла по скорой помощи брать больничный у меня точно так же все болит и одно плечо и второе и рука и вот этот палец вообще не знаю чего на левой руке большой палец просто безумно болит и ночью ложишься спать от усталости засыпаешь и просыпаешься когда ложишься на какое-то плечо на какой-то бок и оно так начинает болеть от этой боли просыпаешься ну это вообще ужасный труд сегодня целый день накладывала курицу я взяла такие зимние перчатки как садовые теплые и сверху одеваю эти одноразовые большего размера но руки все равно мерзнут замороженная курица кусочками ее надо накладывать в каждый судочек никто это делать не хочет хитрят я думаю что и мне уже надо начинать так хитрить ложить медленно и типа не успеваешь ну потому что это просто все руки во льду и потом вот это все пальцы все суставы болят от этого это ужасный труд за три копейки не знаю неприятно и еще после того как вот сказала это женщина с чехии что у нее зарплата в полтора раза больше чем моя вообще меня шокировала она в шоке я в шоке но они тоже со своими приколами у нее вроде зарплата стандартная ставка а с этой ставки они умудряются вычитать за парковочное место 60 франков еще на моей работе вот что я слышу от людей у всех поголовно болят колени у всех какие-то проблемы и многие уже поделали поудаляли коленные чашки это же вообще я не знаю как можно жить без коленной чашечки то есть это такое оно важное из-за того что видно тяжелое поднимаешь плюс много ходишь с места на место все время на ногах физическая нагрузка по 10 часов по 8 по 10 и вот это такое происходит еще сегодня услышала от руководства обсуждали какую-то женщину с которой давно работали что она с ума сошла на работе и теперь она уже нигде не работает видно ей дали какую-то инвалидность или что потому что ну не знаю никто не говорит от работы она или еще от какой-то фигни ну вот такое произошло и все обсуждают что работали с этой женщиной говорят ей там что конвейер должен ехать с такой скоростью она округляла глаза делает вид что она ничего не понимает ничего не понимает в итоге вот так вот выявилось что у нее проблемы такие серьезные и главное никто ее не пытался даже как-то там подсказать что-то это все видели все это обсуждали ну это со слов вот этой женщины а ну хоть бы кто-то посоветовал там вовремя обратись к психологу или к психиатру может быть на какой-то ранней стадии можно было бы это все предотвратить ой короче а я сижу еще жду женщину с которой буду ехать домой опять я сегодня в новой шапке получилось все таки что эта женщина назад домой не едет она едет к дочке в Цюрих у нее там какие-то другие планы а я иду на свой автобус тут хорошо освещается я кстати заметила что когда с этой женщиной едешь на машине то мне до дома ехать 25 минут а вот если этими транспортами всеми то у меня езда полтора часа обидно что так происходит вот столько времени теряешь в дороге хотя это все рядом здесь скопились люди уже на остановке автобуса все нет и нет что-то задерживается куча разных предприятий все светится но в основном все здесь СТО автосалоны какие-то такого с кухней толком ничего нет очень удобно что на остановках есть такой маршрут каждого автобуса или транспорта что куда идет по каким улицам а сверху в какое время придет именно тот автобус который ждешь с номером все какие автобусы куда и во сколько читаю группу людей которые в швейцарии находятся и часто вижу такие объявления с вопросами по поводу буллинга со стороны соцработника возможно у каждого какой-то свой случай своя ситуация то есть это по-разному бывает но в какой-то степени я тоже ощущала давление со стороны соцработника в плане того что когда я пошла на работу она мне сказала что деньги твои заработная плата будет приходить на счет гимайнде и меня немного это шокировало я говорю почему вот ты должна подписать такие бумаги но я не расцениваю это как буллинг то есть я ей несколько раз сказала что я это подписывать не буду что я самостоятельный человек и я дальше буду снимать сама квартиру но все сама оплачивать и она несколько раз меня к себе вызывала и говорила это но в итоге все решилось нормально потом когда ко мне пытались поселить турка в квартиру в одну чтоб у нас был общий туалет душ и кухня она сказала мы тебе врежем замки в комнату еще что то но поселить мы сейчас его поселим на что я сказала как это на одной жилплощади будут жить чужие люди и разнополые и плюс посоветовалась уточнила возможно ли такое или нет и в ответ взяла написала корректный такой ответ как сказать комментарий что по закону ну не имеют права разнополых людей селить в одну квартиру все и она тоже прекратила давление на меня хотя продолжались какие-то попытки там и сказала что типа вот у него такая тяжелая ситуация я говорю я понимаю но я не знаю этого мужчину я видела как они себя тут ведут приезжают как сказать без семьи без жен и начинают по крайней мере в моем районе такое было поэтому второй раз я не хочу такое ощутить вечером аэропорт весь светится прожектора везде все здания я решила раз я еду своим ходом надо зайти наверное в магазин купить фрукты какие-то овощи пустой холодильник в этом плане решила не в аэропорту в магазин заходить а приехала сюда в Алиселин хочу зайти в этот центр торговый пропущу наверное один поезд часто читаю в комментариях что люди пишут что перематывают видео где я делаю какие-то покупки в магазине и мои покупки если вам не интересно напишите может нет смысла это снимать потому что я как бы трачу на это время иногда даже пропускаю поезд хотя могла просто быстро взять свои продукты выйти и уйти очень буду вам благодарна за ваш ответ тут внутри тоже красиво так ну по крайней мере мне нравится глаз мой радует это дело это цветочки интересные серебристые как крашеные или искусственные ну это сейчас наверное вот это то что вы говорите по сезону на кладбище еще куда-то такое вот вечер часто бывают какие-то скидки распродажи но видно все уже что было уцененное уже все поразбирали огромный выбор с разными мандаринами лаймами и чего тут только нет такие зеленые какие-то био томаты это цена за 100 грамм а это даже цена за штуку чешу это такое вообще не пойму зеленые гигантские такие бананы длинные длинные если вот рядом лежит обычный банан то вот эти гигантские зеленые прям огромные тоже бананы маленькие в пакетиках разные авокадо корма все поразбирали вообще вынесли магазин пустой магазин пустые полки на вечер прикольные такие суповые наборы за 3.30 собранная но они небольшие там 500 грамм просто вот так собрано все в магазине полно всевозможного алкоголя разные цены памперсы какое-то что-то детское для гигиены игрушки констовары экономно зашла в магазин по-быстрому купила все себе что надо опять воняет на остановке сигаретами этими вонючими и вчера я уже в шесть часов была дома сегодня уже шесть давно а я все доехать не могу хотя поезд не пропускала успела быстро скупиться немножко видео снять не знаю правда интересно вам будет или нет смотреть это на вечер очень холодно вообще прям ну я еще целый день в холоде работала и под конец дня несколько раз мыла в ледяной воде салат и в очередной раз взяла с мойки машину которой надо обсушивать салат на меня полился поток воды намочила все рабочую одежду и штаны которые были под низом в которыми в которых я домой езжу еду в мокрых штанах много людей пользуются такими электросамокатами ну не знаю как там вот вы писали что они бывают какие-то там складывающиеся еще какие-то я часто вижу просто обычные такие вот люди садятся в транспорте эту длинную часть прячут под сиденье чтоб она никому не мешала и так вот не сильно много места занимает при этом быстро можно добраться до поезда спасибо огромное за ваши все комментарии читаю и понимаю что для того чтобы хотя бы какой-то основной ответ дать на большинство ваших вопросов надо целое видео снимать и вообще меня шокировало какое количество людей с разных стран смотрит мои видео вы знаете я второй день вчера весь вечер и сегодня целый день и папа мне позвонил и говорит ну надо же сколько людей по всему миру смотрят твои видео и видно что твоя жизнь и вот эти темы которые ты поднимаешь актуальны тоже и в других странах поэтому это просто я очень рада что я могу с вами так общаться и спасибо огромное за ваши ответы для меня это очень важно это помогает развивать мой канал и мне приятно что я не сама с собой общаюсь а есть обратная связь и делает это мои видео как будто они живые а не просто бездушно снимаю что-то вам там рассказываю это действительно моя жизнь моя жизнь здесь в Швейцарии как я ее ощущаю находясь здесь сама без всякой потерски просто вот живу как живу что могу то делаю наслаждаясь жизнью когда есть на это возможность наслаждаясь общением с людьми с вами онлайн и для себя огромный вывод сделала что как важно было с самого раннего детства начинать учить языки и всевозможные языки и не останавливаться а сейчас конечно уже когда ты так куча загружен какими-то проблемами сложностями наверно мозг более важную информацию запоминает и обрабатывает а по поводу языка почему-то со словами туго но мне очень помог совет очень хороший по поводу того что каждый день хотя бы одно слово учить запоминать и это возможно поможет увеличить словарный запас по немецкому плюс все таки дуолингу важно эта программа очень хорошая она тоже помогает запоминать слова повышать словарный запас и английский и другие языки надо тоже не упускать а по возможности все таки тоже развивать сегодня на работе попробовала еду тайскую очень мне понравилось в какой-то веке было приготовлено без перца чили и был просто пожарен бекон толстыми кусочками видно с каким-то маринадом типа соевого соуса но так было вкусно я с таким удовольствием покушала с обычным рисом рассказываешь слюни текут а еще был салат в нем была рисовая лапша вот эта стеклянная пахчой обжаренный чуть-чуть морковки чуть-чуть лука соевый соус немножко видно каких-то специй и тоже вроде как стеклянная обычная лапша но настолько оно вкусно было вообще вот умею это не готовить но часто все таки все с чили чили и без меры этого чили вы знали что-то за остров кран канария это оказывается один из островов в испании и в ноябре там шикарная погода из цюриха туда лететь всего 4 часа на самолете прямом рейсом и температура в ноябре меня вообще шокировала до 32 градусов и теплая водичка можно покупаться понаслаждаться еще как будто продлить себе лето и мне так хочется блин вообще хочется еще тепла на работе все время холодно я понимаю что это мечта но хочется и помечтать немножко еду в поезде не помню показывала я вам или нет такие вот есть вагоны и в вагоне туалет большой туалет и достаточно они нормальные чистые обычно не зловонные и когда вот ну всякое в жизни бывает зимой холодно еще что-то можно зайти методом проб и ошибок я наклацала и все-таки смогла пополнить счет в свискоме единственное что пополнение счета вышло на 30 франков получается там несколько вариантов либо это 10 франков либо 30 и выше так как мне надо было счет пополнить на 20 я решила пополнить на 30 чтоб два раза не клацать и нормально снялись деньги и я смогла пополнить счет а по поводу искусственного интеллекта вы знаете мне интересна эта тема и если у меня будет время я просто поищу в интернете почитаю просто для общего развития не факт что я где-то что-то это буду применять но я очень люблю все новое мне это интересно хотя бы просто ради интереса поинтересоваться можно спасибо за ваш совет и за такой комментарий на что сегодня нету шума и каких-то грандиозных ремонтных работ но удивление тишина что сегодня купила в копе купила кусок торта семь с половиной франков свинина такая как бекон или как это сказать тут все вместе со скидкой пятьдесят процентов четыре с половиной франка мне вышло очень захотелось порезать если даже тут какое-то ребрышко есть его вырезать а вот так вот продольными полосочками взять пожарить что-то мне хочется соевым соусом с какими-то специями обжарить его просто к рису так как едят эти таиландцы и кусочек кусочек ферде лошадь попробую давно я не пробовала такого называется кошмар даже не не обратила внимание купила и все что думала говядина оказалась лошадь получается за сто шестьдесят шесть грамм три с половиной франка со скидкой авокадо полкило франк восемьдесят и томаты сливки но они ароматные очень мне понравилось единственные помидоры которые пахли три семьдесят пять за семьсот пятьдесят шесть грамм и ценник у меня вышел на девятнадцать восемьдесят пять девятнадцать восемьдесят пять девятнадцать восемьдесят тонком ничего не взяла ну в принципе нормально с работы взяла такую порезанную петрушку тоже опять срок годности до сегодняшнего дня она порезанная порубленная пакет был один раз открыт и я завакуумировала его и забрала его положу себе в морозилку буду в борщ добавлять эту петрушку тут зелень на вес золота по цене золота не так сказала поэтому как-то так обе балуется бегает прыгает успокоилась всем спасибо за ваши лайки за комментарии за поддержку хочется вас всех обнять сказать вам спасибо огромное всем пока пока